Фотографии этой ямы вызвали сети бурное обсуждение. Важный для города объект готовились построить несколько лет, а на саму работу ушло 4 года. И вот спустя 7 месяцев асфальт начал уходить из-под ног. Удивительно, что большинство грехов попадает под гарантию и их подрядчики обещают исправить. Вот только люди все равно недовольны. Уж слишком быстро дорожное полотно стало проваливаться. На строительство объекта потратили почти полтора миллиарда рублей. Когда работы выполнены менее года назад и уже являются такие, я бы сказал, масштабные нарушения, говорить о том, что это косметическое нарушение и все это в гарантии выполнится, на самом деле это какое-то лукавство, издевательство над нами с вами как жителями города, так и автовладельцами. Вы посмотрите, вот этот провал, он не только в этом месте, он на самом деле еще и под полотном. Другие городские мосты тоже не в лучшем виде. Мост 3-7. Здесь ремонт дороги не проводился несколько лет. Дело в том, что за объектом, как за инженерным сооружением следит Красноярская железная дорога, но ремонтировать покрытие они не обязаны. Автомобилисты, которые проезжают по мосту, по автомобильной ее части, у них складывается иллюзия, что что-то с мостом не то, потому что автомобиль бросает в стороны. На самом деле это не так. Мост находится полностью в состоянии, отвечающем всем нормам безопасности. Единственное, что на мосту железнодорожники не могут ремонтировать, это непосредственно автомобильное асфальтовое покрытие. Сегодня нам стало известно, что асфальт на трех семерках все же обновят. По нашей информации, дорога уже передана на баланс города, либо вот-вот станет муниципальной. Уже в конце августа здесь планируют начать ремонт. На эту работу город планирует потратить около 100 миллионов рублей. Но больше всего автолюбителей возмущает состояние коммунального моста. Почти все автомобилисты, с которыми мы сегодня пообщались, отдельной проблемой выделяют коммунальный мост. Качеством дорожного полотна многие недовольны, говорят, совсем ужасно. Но среди них есть и те, кто считает, что это не навсегда. И проблему, возможно, даже получится решить. Ну не знаю, жаловаться. Ну потихоньку, все равно же подделывают. Там полоску сделали, там. Не знаю. Но меня тоже не устраивает, потому что очень кривая такая дорога. Когда закроют четвертый мост строительства, я думаю, что возьмутся за строительство этого моста. За ремонт. У нас дорожники плохой слой асфальт вас постоянно укладывают. Сколько, по вашим ощущениям, максимум длится дорожное полотно после ремонта? Месяц? Не больше. Я даже с таким движением, я даже не верю, что когда-нибудь здесь будет нормально. Вот результат вам. Видите? Верите, что когда-нибудь на коммунальном будет нормальная дорога? Будет. А когда? В скором времени. Ну а я дорожник. И как только на коммунальном появится новый ровный асфальт, это станет хорошей новостью для автомобилистов. И мы обязательно об этом расскажем. Димит Лабушев, Эдуард Баглай, Афонтова. Новости. Продолжение следует.